Итак, мы сегодня с вами будем рассматривать еще раз те методы, которые у нас касаются наследования, в частности, те методы, которые наследуются от класса Object. Сегодня мы с вами посмотрим дополнительно моменты, которые касаются сортировок. Сегодня мы с вами немножко, может, даже и попишем. А также рассмотрим порядок создания объекта и финализацию. Ну и начнем, в принципе, с самого начала. Давайте даже не MyClass сделаем, а я его сейчас немножко отрефакторю. Сейчас мы его отрефакторим, и он у нас будет называться... Так, а что мы с вами будем... А что мы с вами будем... Да какая разница? Давайте мы с вами сделаем... Ладно, давайте машину, это будет интересно. Это действительно будет интересно. Ctrl-R Обзываем это словом Car Вот. И сразу начинаем думать. Сразу начинаем думать, чего у нас у машины есть. Давайте, давайте мы даже не будем описывать какой-то двигатель. То есть мы не будем вот эту вот громадную иерархию делать. Давайте объем двигателя. Давайте сделаем так. Объем двигателя у нас будет в кубических сантиметрах. Что выберем? Double Int. Давайте Double. Double Engine. Сейчас Volume. Где эта фигня? Значит, свет можно выключить. Что-то походу... Что-то походу... Сюда его не трогает. С того самого... Итак, у нас с вами есть объем двигателя. Давайте сделаем String Vendor. Производитель. Дальше. Чего у нас будет еще? Чего у нас будет еще? В нашей машине. Ну, вот я производитель. Мерседес. Не знаю. Бум и вы. Или еще что-нибудь другое. Цвет машины у нас здесь будет? Давайте сделаем цвет. Опять же, здесь сделаем String Color. Что еще у нас будет? Расходовый. Расходовый. Угу. Теплю. Передизор. Неинтересно. Оно приводит. Неинтересно. Прошу кубай седанчиком. Количество посадочных. Количество сидений. Сиденья. Ну, давайте, хватит пока. Давайте, хватит пока. Я сразу здесь делаю конструктор по умолчанию. Делаю конструктор со всеми параметрами. Дальше. Alt-Insert. Методы получения установки. А? Control-пробел. Выбираем нужный конструктор. И инкапсулируем поля. Getter и Setter у нас появились. А можно? У него private сделается? Конечно. Вот они стали private. Generator. Generator, да. Getter и Setter. Getter и Setter. Выбираем все поля. Теперь. Теперь мы с вами сделаем... Правильно? Приватные. Приватные, конечно. Зачем нам getter и Setter, если у нас поля публичные? Теперь мы с вами встретим, точнее вспомним еще и метод, который называется ToString. Зачем он у нас нужен? Мы с вами говорили. ToString метод называется. Control, пробел. А у меня Alt-Insert. Можно Alt-Insert, а Alt-Insert и выбрать конструкторы. Ну, что здесь? Если вы ввести класс в консоль, то будет этот. Вводим, чтобы она была взятой. Собственно, метод ToString служит для того, чтобы распечатать объект в каком-то тексте он видит. Не идея, да? Alt-FM-Insert. Потому что, да. Getter, вот здесь есть конструктор. Конструктор по умолчанию. Конструктор. Уже брали все. Окей. Конструктор со всеми правильными. Сложный. Сейчас сложный. Итак, метод ToString нам нужен для того, чтобы объект впечатался в каком-то строковом формате. То есть, получить строковый эквивалент нашего объекта. Давайте мы сразу сделаем и метод ToString. Опять же, сделаем вот так вот. Выберем все поля. Все поля у нас распечатались. Что еще мы с вами будем делать? Наша задача будет машины еще каким-то образом сравнивать между собой. Что для этого нам нужно? То есть, минимум для того, чтобы сравнить между собой машины, равны они или нет. Нам нужен какой метод? equals. Мы его переопределяем. Здесь equals hash-код. Давайте мы с вами equals будем сравнивать по какому... А, нет, я просто equals вот таким вот образом. Вот это вот мы с вами уберем. Давайте по какому... По какой характеристике мы будем здесь сравнивать машины. А equals это у нас ToString. И equals ни к ToString. И equals ниже ToString. Давайте мы будем по производителю. Давайте мы по производителю будем с вами сравнивать. То есть, если мы сравниваем Behe с Merse, то ясное дело, что это разные машины. Итак, первое. Мы все видим, что equals у нас принимает в качестве параметра некий объект. Что нам первое нужно узнать? Является ли переданный объект экземпляром текущего класса? Каким образом мы это узнаем? Каким образом? GetClassGetName. И УЗИС берем тоже GetClassGetName. И потом сравниваем, да? Или как-то по-другому. Что используется для типового сравнения, ребята? Тише. Ша? Что используется для типового сравнения у нас? Является ли текущий, точнее переданный объект экземпляром текущего типа? Английский кто знает хорошо? Экземпляр. Инстанцов. Ребята, инстанцов. То есть, if... Я сразу делаю вот такую заглушку. Я говорю, что не... Object... Инстанцов... Car... Я делаю ReturnFalse. То есть, если он не является текущим, то есть, экземпляром текущего типа, то сравнивать объекты мы с вами не можем. Объекты не равны. Далее мы сказали, что мы будем сравнивать по производителю. Здесь все очень просто. Все стандартные компоненты уже внутри себя содержат, что? Реализованные какие-то методы. В частности, это метод equals, это метод хэш-код. Что нам нужно сделать дальше? Нам, наверное, переданный объект нужно попытаться преобразовать в машину. Правильно? Сказать, что это все-таки машина какая-то. И делаем вот такую вот вещь. Точнее, сделаем так. ThisVendor и equals будет O.Vendor. Мы же же вендоров с вами сравниваем. Правильно? Итак, что у нас с вами получится? Класс стринг уже есть, уже имеет свой реализованный метод, который называется у нас... Давайте посмотрим класс стринг. Давайте посмотрим... Давайте у него внутри посмотрим метод, который называется equals. Нажимаем на контрол, мышечкой наводимся. А как вот это открыть внизу, что открылось? Вот это вот? Да. В идее смотрим навигатор. А вот у нас метод equals, который реализован в стринг. Ребята, давайте мы будем чуть потише разговаривать, потому что у вас на записи просто офигительно видно. Итак, здесь мы с вами смотрим, что если у нас текущий объект, ссылка на текущий объект равна переданному, мы возвращаем true. Дальше, если переданный объект является экземпляром класса строка, мы начинаем сравнение. И сравнение мы с вами начинаем с того, что мы берем некий лэнс. То есть, если строки одинаковой длины, мы с вами что делаем? Мы с вами начинаем производить какие-то действия. Мы с вами начинаем производить какие-то действия. Вот. То есть, метод equals у нас в стринге реализован. Он у нас как раз таки сравнивает две строки. Все хорошо и замечательно. То есть, здесь у нас вернется результат сравнения именно двух каких-то строк. Все вообще классно. Все вообще замечательно. Давайте мы в нашем классе АПП создадим метод main. Мы с вами создаем метод main. Метод main статический. Давайте, кроме метода main, перед ним мы напишем вот такую вещь. АПА! Мы с вами сделаем вот такую вот вещь. С ней мы сегодня еще будем знакомиться. Это статический блок кода. Выполняться у нас он будет при первом обращении к классу. Фактически при загрузке нашего класса main. Итак, давайте мы с вами сделаем массив из машинок. Мы с вами сделаем массив из машинок. Давайте мы с вами сразу сделаем. Забьем сразу константы, которые у нас касаются производителей. Мы с вами сделаем. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Blue, White и пусть будет Orange Кто у нас еще здесь есть? Color Seats Ну, количество сидений мы с вами уже сделаем Окей, замечательно! Какие-то константы у нас есть Какие-то константы у нас есть Давайте мы с вами будем что-то делать Итак, как я уже сказал, статический блок кода у нас чем примечательен? Это у нас безымянный блок, который будет выполняться единожды при обращении к классу Единожды при обращении к классу Что мы будем в нем делать? Мы с вами будем каким-то образом массив наших машинок создавать RANDOM R равно NEW RANDOM То есть, в принципе, генерировать-то мы будем каким-то рандомным значением Вот, первое, что я делаю Массив для удобства я сделаю из 10 машин То есть, Cars у меня будет New Car И сюда, говорю, 10 Дальше мы с вами делаем Следующий момент Int i равно 0 i меньше cars plan Массив мы создали Что нам нужно сделать так, чтобы наш массив был с объектами? Пройтись по массиву и посоздавать объекты Почему это нужно? Я же создал массив из 10 машин А что там есть? Нул там есть Внутри массива объектов Хранятся не объекты, а ссылки на объекты Изначально здесь нул, да Итак, что мы с вами делаем? New Car New Car мы с вами делаем И теперь задаем какие-то характеристики C Set Color И Color мы с вами берем Colors R Next Int И сюда передаем сколько? 4 А у нас там по умолчанию и с параметрами Engine Volume У нас некий Double Объект Random нам позволяет R Next Double Давайте Ну давайте некий Next Double У нас будет некий Next Double Так я вообще не быстро пишу Я же еще успеваю объяснять Дальше следующий Setter Это у нас Set Seeds Количество сидений тоже у нас может варьироваться Ну например до 6 У Randomа опять же забираем что? Next Int Передаем 6 И последнее что у нас было с Setter'ами это Set Render Да Vendors Без точки Все хорошо, все замечательно Пока это переписываете Что у меня это? Ход На шею Стоять Здесь Шея Избираем Что у меня это? Также Я ковню Что у меня есть? Здесь На шею Прот Спасибо. 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 Согласны все. Кроме одного. Один, то ли не бой. Ой, какие каникулы. Так это чувак, который сентарай ходил постоянно. Мы писали в группе, кто за каникул. Он такой, не, я учился и сам не ходил. Твою дивизию. Ну ничего. Ой, ой, ой. Каждый раз. Не, не каждый раз. Ну ладно. Ты шо? Я сказал, что сколько? Чего я делаю? Я делаю. Мы же две. Две, да. Две, да. Две, да. Да, 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 да. Давайте на сегодняшний раз. Давайте это самое. Я не знаю, вы там пишите или нет? Или ля-ля разводите? Вы переписали? Дописали? А что писали? Дописали? А чего я с понедельника? Огроменность там где-то был. Он не принимает. А, каким образом мы можем ограничить? А, там же могут быть что-то. Тошность числа. А вообще можно дополнить? Ну, если ты какой-то свой алгоритм придумал. Ты думаешь? Тогда можно. Ну, по идее, по идее можно там что-то придумать. Девочки пишут. У меня... Ну, типа, что я делаю? Я пишу. Позволяю, а она пишет. А я, типа, книги читаю стихи. Я смотрю тут, блин, в основном народу об упорствовании в последнее время. Мы за учебу. Мы студенты. Мы за учебу. Мы студенты. Мы за учебу. Когда нам отдыхать? А давайте каникулы сделаем. А давайте... Да, отдохнуть хочется. Лето идёт. А я ещё нормально не бухал ни разу. Потому что... Ты же... Ты слышишь два или три дня назад писал, что ты чувак, который не шляется по клубам и не бухает. Я что, ты существуешь. Ты сам противоречишь себе. Я в покемонов не играю просто и всё. Ну и что? Я тоже в покемонов не играю. У меня уже три года не было нормального отпуска. Крайний раз отпуск у меня был огромный. Целую неделю, из которых... Из которой я, в принципе, наверное, дня четыре всё равно работал. Клёвый отпуск. Ладно, давайте базар на перерыве. Что у нас здесь получается? Что произойдёт после всего вот этого? У нас создаётся объект, ему задаются какие-то параметры. Правильно? Давайте мы распечатаем массив. Что у нас в массиве будет? Объекты. 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 Пошли. Поля. Вот теперь будут поля. Точнее не поля, а точнее объекты. А почему теперь будут объекты? А. Ну хорошо, объект мы создали. Объект мы с вами создали. Он... Но в этой записи будет объект. О, если у нас вот это вот не поставить, то массив у нас будет какой? Пустой. Правильно. Хорошо. Давайте сразу сделаем метод, который у нас будет называться voidPrint. Принимать мы будем ничего. Метод у нас тоже будет статический. Вот. И в нем мы сделаем вот такую вещь. Вот таким вот образом я печатаю. Вот этот вопрос. Я печатаю объект car. Что у меня здесь будет? Мы с вами сказали, что нам для строкового отображения нужен был метод toString. Правильно? А вот этот код C, он не имеет ничего общего с тем код C. Правильно? С каким код C? Потому что C. Ну хорошо. Вот это вот у нас что такое? Блок кода. Правильно? Блок кода. Область видимости переменных у нас заключается каким образом? В пределах определенного блока. То есть даже если мы с вами попытаемся C использовать после for, что у нас с вами получится? Ошибка. Такой переменной не существует в текущем блоке. Ну да. Вот он наш print. Давайте мы с вами сразу сделаем print. А вызовем. Сохраним. И Shift F6 запустим то, что у нас с вами получилось. Скомпилировались мы эти. Вот он у меня какой-то дабл. Вот он у меня какой-то дабл. Давайте мы дабл будем с вами умножать на 100. На 100 будем умножать, чтобы было красиво более-менее. У нас вот таким вот образом в принципе что-то и сделалось. Теперь давайте посмотрим, обратим внимание на сиденья. У нас с вами есть целых три машины, у которых нет сиденья. Каким образом нам можно исправить всю вот эту вот хрень? Ну и 0 не было плюс 1. И это умножить через 2. А нет. Плюс 1. Я угадал в первый раз и не угадал. Тогда 5 будет 6. А нужно не угадывать, нужно знать. Так это я знал. То есть от 1 до 6. Здесь давайте сделаем 5. Попробуем. Здесь тоже давайте попробуем сделать 5. Здесь тоже попробуем сделать 5. Запустим. Ну я на 100 еще умножал. А тут? Индекс out of bound exception. 4 у нас появилось. А почему здесь мне нужно не пятерки? Потому что массив на 4 элемента. На 4 элемента и у нас индекс последнего это 3. Все гениальное просто. Все гениальное просто. Запускаем. Смотрим, что у нас получилось. Ну да. Все. Вот уже у нас тут сидений и 5, и 6, и одно. Цвета у нас тоже каким-то образом задаются. У нас тут вообще классно и лады, и ауди, и бэшки, и ламбашки. И все что угодно. А? Как рандомные цвета? Получаются. И рандомные вендоры. Масевич не в шуми. Иначе будешь слушать меня в коридоре. Здесь мы генерируем значение от 0 до 3 включительно. То есть значение до 4. Вот это вот 4 это граничное значение, за которое влазить нельзя. То есть от 0 до 3 включительно. Что такое colors? Это массив с цветами. В качестве индекса мы передаем то значение, которое нам сгенерирует рандом. Рандом генерирует от 0 до 3 включительно. Фиг. До 3 включительно. То, что он сгенерировал, мы с вами рандомным образом и берем. Сгенерировал 0, взяли red. Сгенерировал 2, взяли white. 3, взяли orange. Хорошо. Метод nextInt возвращает следующее. То есть грубо говоря. Возвращает некое целочисленное значение. Либо просто неограниченное. То есть от 0 до maxInt. Вот. Если bound, а? Кто? В каком обжекте? Он у класса рандом описан? А, в класс рандом. Это у нас что? Вот он, рандом. То есть мы у r вызываем nextInt, не у обжекта какого-то. Возьмем класс рандом. Вот он у нас класс рандом. Ну еще если нет, типа в матче, то есть он должен тоже разобраться. А 4 мы сейчас это до 4. До 4, я же говорю. 4 не берется? Нет. 4 у нас не берется. и вот next32. А next у нас будет вот таким вот. то есть я же говорю, ребята, смотрите на то, как устроены классы. А как смотреть? Еще раз. В какой раз? Давайте я буду считать, в который раз я вот это все рассказываю. На рандом. Нажимаем control. Control? Хорошо. Control. Потом доходим мышечкой на рандом. Видишь тут окошко появилось, ну по крайней мере у меня. Потом левой кнопочкой мышки мы с вами аккуратненько один раз клацаем на рандом. Ой, можно. Хрена себе, да? Хрена себе. Вот. Ну мы с вами видим, что машинки у нас каким-то образом находятся в каком-то таком вот состоянии непонятном. Вот. Я хочу эти машинки каким-то образом упорядочивать. Мы с вами смотрели сортировку массивов на уровне каких-то базовых типов данных, то есть примитивов. Правильно? А если у меня существует массив объектов? Если у меня существует массив объектов, что мне делать в этом случае? Давайте попробуем отсортировать. Класс Erase. Вызываем метод Sort и передаем туда наш Cars. Окей. Ну и давайте сразу сделаем, чтобы в принципе красиво было. И сделаем вот так вот. System out. А что у нас есть? Автор. А заимпортировать надо? Надо. Да. В чем вопрос? В чем вопрос? А у меня Erase когда вы сделали, что там плавно будет. Так надо импортировать конкретный класс. А как это? Ну либо Control пробелы и выбираем нужный класс, либо просто руками пишем. Import. Report. Java Util Erase. Ну если долго, значит знакомься с тем, каким образом среда разработки позволяет дополнять тебе код. Сейчас я выясню. Мы ведь здесь пришли Java учить, а не учиться работать со средой разработки. То есть минимальные какие-то моменты я показываю, но не больше. Так как это? Ну без другого. В смысле? Не, ну. Среда разработки. Среда разработки это инструмент, как некоторые говорят, индивидуальный. А можно я написать? А что тебе там написать? Raise.sort? Нет, чуть-чуть. У меня там Cast и вот ниже там System. System.out и Print. А что там написано? В System.out мы говорим, что мы после сортировки, Print у нас пустой, он ничего не принимает. Тут мы с вами видим, что ни хренашечки наши с вами объекты не отсортировались. Более того, мы с вами получили какое-то исключение, какую-то ошибку. И ошибку мы с вами получили на этапе сортировки. Ошибку мы с вами получили на этапе сортировки. Вот. И ошибка, которая у нас указывает на то, что мы не можем привести какой-то тип один к другому. И здесь мы с вами видим, что наш кар не может быть приведен к типу JavaLang Comparable. И тут возникает вопрос. А что же это за Comparable и зачем он нам нужен? Вот об этом мы с вами посмотрим на следующей части нашего занятия. 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 Продолжение следует...